Рыбалка в Хабаровском крае 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 То есть это нелегким одоручкам ловить хариуса, это объемные приманки, тяжелые высокие классы двуручников, тяжелые полилидеры. Это физическая работа. То есть приходишь, такое ощущение, как будто в тренажерный зал. Несмотря на то, что река Бичи небольшая в этом месте, это отнюдь не облегчает наше передвижение по ней. Большое количество завалов и падающий каждый день уровень воды делают все менее доступными самые интересные места. Двигаясь по реке, обнаружили новое место. Это интересный такой поворот реки. Под противоположным берегом есть карман с обраткой. То есть по большой воде здесь часто останавливаются крупные таймени. Это по словам наших гидов. Они говорят, что здесь в июне ловятся очень большие рыбы. Сейчас вода, конечно же, упала. Там будет недостаточная глубина. Возможно, гигантских рыб там не будет. Может быть и будут. Поэтому нужно место обязательно это проверить. Рыба обычно держится границей тихой воды и быстрой воды. Там комфортное место для стоянки. Поэтому я сейчас зайду, буду делать дальние забросы. Ветер дует мне в правую руку. Буду бросать через левое плечо. После заброса, соответственно, буду делать паузу. И потом буду начинать проводку стрипом. То есть проводить муху по акватории, где, возможно, стоит рыба. После заброса буквально несколько секунд пауза. И после начинаю стрип. То есть стрип средней скорости с такой продолжительной паузой. Потому что здесь очень быстрое течение. И оно подхватывает сразу же шнур. Начинает очень быстро его тянуть. И муха пролетает над стоянкой рыбы. Поэтому нужно компенсировать эту скорость скоростью проводки. Поэтому буду делать более медленные стрипы. И, как правило, в таких стрипах берет рыба. Хороший. Драйв вообще просто. Муха только упала. Ляп первый, подтяжка, подтяжка. Ба-ба. На поверхности, при как шандарах. Таймени рыба-долгожитель. И является одной из древнейших рыб, обитающей на нашей планете. Сколько десятков лет рыбе весом более 10 килограмм, можно сказать только предположительно. Поэтому, чтобы лишний раз не травмировать рыбу, мы используем только безбородые крючки. Потому что считаем, что лучше упустить трофей, чем убить его. Хотя таймень, крупный таймень, скорее всего, это не очень осторожная рыба. Но не то, что она не осторожная. Она все равно боится какой-то волны, какого-то шума. В любом случае, все это может ее насторожить. Поэтому лучше подняться вверх от места предполагаемой рыбалки. Зайти на отмель неглубоко. И уже потом, удлиняя снасть с каждым забросом, делать шаг вниз по течению, два шага вниз. Все зависит от места, где ты ловишь. Обычно таймень стоит в каких-то определенных точках. Их хорошо видно с берега. То есть какие-то прогалы, где-то ручеек впадает, где-то деревья образуют небольшие обратные течения. Или заводинки. В общем, все это нужно обязательно облавливать. И при этом стараться не шуметь, не поднимать волну. Рыбалка в Хабаровском крае – это не только ловля. В процессе ее получаешь колоссальный заряд энергии от нахождения и общения с природой. Быстрая прозрачная вода, живописный лес и чудесный таежный воздух. Одним словом, экспедиция за тайменем – это больше, чем просто рыбалка. Мы сейчас находимся на севере Хабаровского края. Добирались сюда, конечно же, долго. Мы сначала в районе 12 часов двигались на автомобиле, приехали глубокой ночью, заселились в отель. На следующее утро по реке Амур мы двинулись вверх в различные протоки. Озеро, из озера зашли в реку. То есть это была настолько долгая поездка, открытая вода. Озеро и река Амур были тихие, не было большого волнения. Хоть и был ветер, срывался снег, но, в принципе, довольно-таки комфортно мы сюда дошли. Но очень долго на лодке на большой скорости. Конечно, это, можно сказать, такой драйв, антураж. Я еще не имел таких долгих забросок по открытой воде в реке. Но приехав, я, конечно же, можно сказать, был чуть ошеломлен, потому что картинка менялась. Выезжаешь, там, река Амур широченная, большущая река, заходишь в озеро, из нее по различным протокам попадаешь в реку, движешься, картинка постоянно меняется, пейзаж меняется. И, конечно же, можно сказать, иногда не оцениваешься с первого взгляда, то, что ты находишься в такой красоте, но потом проходит время, и, можно сказать, так мозг начинает догонять, то, что это все очень круто, красиво, замечательно. Это настолько отпечатывается в памяти. Я очень доволен тем, что я сюда приехал. Хабаровский край для меня стал такой очередной интересной точкой для нахлыста, которая будет постоянно заниматься ловлей и развивать ловлю для себя и для своих товарищей именно в Хабаровском крае. Дима, конечно, своего добился и поймал хорошего таймения. Мастерство и опыт сделали свое дело. Но, уверяю вас, я в долгу тоже не остался. В чем вы, несомненно, убедитесь дальше. Таймешонок! Такая пачка у меня. Вот такой таймешонок! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, выкручивается. Неудобно держать его за хвост, вываливается он. Длинный такой, прогонистый. О, тихо-тихо-тихо. Лягушонок. Красавец. Поклевка была классическая, в струе, в глубине. Такая агрессивная потяжка. Сделал несколько подсечек с таких страйков. И вот рыба не сошла. Я ее приземлил. Ну что, Таймешок, отпускаем тебя. Давай, уплывай, дружок. У-у-у, грациозно. Это был таймень. Вот я сейчас выбрал очень интересное место для ловли. Мне кажется, здесь должен быть стоять очень хороший таймень. Потому что основное русло у меня сейчас справа, а впереди меня образуется очень тихая вода. Даже чуть-чуть ее подкручивает. Скорее всего, солидная такая яма. Не знаю, сколько она метров, но, наверное, очень глубокая. Таймень будет стоять по краю струи. Где-то, наверное, метров 20 от меня. Вот я думаю, что это вот его точка. Вот, ловить я его сейчас буду вот на такой интрудер, который связал вчера вечером. То есть, это основные цвета на вот этой реке сейчас. То есть, комбинация оранжевого, черного, коричневого, немножко вкраплений, желтого цвета. Для того, чтобы ловить таймень успешно интрудером, необходимо очень серьезно подходить к оснастке. То есть, не каждая снасть подходит для ловли, естественно, и тайменья, и в том числе, и тайменья на интрудер. Муха сама по себе очень объемная и достаточно тяжелая. И хотя я вяжу ее, стараюсь использовать какие-то очень легкие материалы для изготовления интрудеров, все равно она намокает, она обретает определенный вес. И для того, чтобы ее забросить, приходится вкладывать много усилий. Основной шнур, который применяется для ловли интрудером, это шнур скеджет. Еще один фактор, который сказывается на сложности подач, сложности заброса, это то, что здесь на реке я использую очень тяжелый подлесок. То есть, я применяю сейчас подлески со скоростью погружения, самые тяжелые 8.9, SYNC 8.9, для того, чтобы муха очень быстро проходила толщу воды и попадая в сектор, где может стоять таймень, то есть, чтобы она упала и максимально заглубилась, чтобы рыба успела на нее среагировать. Если это происходит, если все удачно складывается, то, как правило, достаточно двух-трех забросов для того, чтобы таймень среагировал. В противном случае, если мы используем более легкие подлески, то муху либо просто сносит из сектора, таймень не успевает на нее среагировать, либо она не успевает заглубиться. Есть! Сидит интрудер, злая муха. Она очень агрессивно себя ведет в воде. Рыба на нее, конечно, реагирует и выходит мгновенно, если она, конечно, есть на месте здесь, есть в точке предполагаемой стоянки. Но вот сейчас чувствуется, взял очень хороший таймень, давит по дну, лезет на струю, не хочет никак оттуда слезать с нее. Сейчас зайду поглубже. Попробую его оттуда выкачать. Сильная рыба. Очень сильная. Конечно, если бы здесь был характер рег немножко другой, взять такого тайменья, было бы очень непросто. он же делает. Привез в глубину и не хочет никак сдаваться. Конечно, адреналин сразу же в кровь. Это достойный экземпляр. Хороший-то именюга. Лезет в струю. Я его пытаюсь вытащить сюда, к себе поближе на мель, но он не хочет сюда идти. Он понимает, что здесь его слабое место будет. Здесь он не сможет сопротивляться так, как на струе. Плавно идет сейчас. Вот он показывается. Вон хвост. Очень красивая рыба. Да, давай. Главное не форсировать сейчас. Вываживание. Вот что делает. Пошел, пошел. Мне много рассказывали, что таймени не бегают. Они просто давят своей массой по струе. Но вот уже вторая достаточно большая рыба за эту поездку. И на самом деле все выходит наоборот. Таймень может стартануть. И этот разгон его очень-очень опасен. Да, вот это вот теленочек там. После поимки 20-килограммового таймени у меня сложилась такая ассоциация, что для тех, кто хочет понять, что такое таймень, можно сделать очень просто. Взять удочку, привязать ее к какому-нибудь бычку малолетнему и хлестнуть его по заднице. И тогда вы испытаете полное ощущение, что такое таймень на удочке. вон он лезет на струю, не хочет сдаваться. Уже вымотал приличное количество ранинга. Сейчас я его постараюсь смотать. Блин. Выкачать оттуда. очень хороший соперник. Очень-очень сильный и достойный. Он нас увидел. Сейчас он попытается уйти назад в струю. Сейчас главное не форсировать события. Главное его аккуратно не спешать стянуть в струи, чтобы он вышел сам на мель. Вот здесь под ногами у меня галька. Постараюсь его сейчас взять рукой. нет. Пока еще не получается. Пока еще он лезет. У него еще достаточно силы, чтобы сопротивляться. Давай, 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 тихонечко. Тихонечко. остался. Так, только сюда. Все равно мы тебя будем ждать. Опа! Есть! 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 Это молодец! Есть! Не знаю, как я его сейчас буду пытаться поднимать. Здесь будет. Сейчас я его аккуратно подтащу пока он на животе на спине лежит он на самом деле не так опасен надеюсь что есть дезориентация вот она рыба аккуратно нежненько малыша блин у него рывок просто он делает телом волнует и понимает что ты летишь уже за ним ледяная вода 4 градуса пальцы на левой руке уже онемели просто они замкнулись в кольцо я держу уже из последней силы эту рыбу сейчас мы ее зависим замерим узнаем сколько весит этот исполин речной и отпустим его на свободу пока держит его держишь и замерю на портовали на себя положи 113 ну по изгибу по телу 13 поднимаем смотри вот так вот выглядит рука человека поймавшего таймени почти 14 килограмм хорошая рыба хорошо сопротивлялась интрудера делают свое дело конечно вот эти вот модернизации и инновации в теме интрудера работают сейчас очень хорошо я думаю рыба уже подышала настало время ее отпускать давай дружок ты свободен давай 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 все пошел ты и Субтитры создавал DimaTorzok